Кто-то до сих пор не понимает, что это такое. Это схема продаж, при которой продавец только принимает заказы. Я хочу вашу продукцию продавать тоже на маркетплейсах. Какие плюсы для меня, как для производителя? Не тратить деньги на хранение, на производство, на доставку, ну вообще практически ничего. И гарантирую, что данную продукцию будут покупать 50 штук в месяц. Дропшиппинг. Это то, о чем на самом деле мечтают многие, а кто-то до сих пор не понимает, что это такое. Сегодня мы с вами поговорим о том, а как можно схему дропшиппинга использовать на маркетплейсах. Посмотрим на примере Яндекс.Маркета и сразу хочу сказать, эту схему можно легко использовать по нескольким схемам работы. Но об этом будет подробнее далее в выпуске. Прежде чем мы с вами начнем в принципе применять, так скажем, схему дропшиппинга, давайте посмотрим, что же это такое. Дропшиппинг это схема продаж, при которой продавец только принимает заказы от покупателей, а хранит и отправляет товар клиентам в поставщик. Приведу на своем примере. Вот смотрите, я производитель. У меня есть собственное производство, часть товаров у меня хранится на моем складе. Я, допустим, могу продавать свою продукцию на маркетплейсах, в розницу, в офлайн-магазинах, в B2B, неважно. И появляется дропшиппер, который говорит, я хочу вашу продукцию продавать тоже на маркетплейсах, но по системе дропшиппинга. Это когда весь товар будет храниться у вас, а как только у меня будут поступать заказы, вы будете отправлять этот товар покупателю. Какие плюсы для меня, как для производителя? Ну, это одно еще из направлений продаж, один из каналов продаж дополнительный, что немаловажно. Какие плюсы для дропшиппера? Он не тратит деньги на хранение, он не тратит деньги на производство, на доставку, ну вообще практически ни на что не тратит деньги. И самое главное, он не замораживает те деньги, которые мог бы заморозить при закупке определенной партии. И таким образом дропшиппинг отчасти дает возможность еще и тестировать спрос. Здесь, конечно, есть еще и плюсы и минусы, мы с вами об этом сегодня поговорим. Но в целом эта схема имеет место быть и на ней можно работать в тех случаях, когда вы, поставщику, производителю, да, если бы вы работали, например, со мной, да, как с производителем, даете какие-то определенные гарантии. Что это значит? Когда вы, например, говорите, я готов брать у тебя такую-то продукцию по определенным схеме и гарантирую, что данную продукцию будут там покупать 50 штук в месяц. Допустим, да, это грубые цифры. Таким образом и сам производитель понимает, на что он может рассчитывать, и сам производитель понимает, какой смысл в этом работать. Потому что если просто придет какой-то дропшиппер и скажет, ой, давайте попробуем, ну будут поступать заказы, будете отправлять, не будут, не будут. Такое, конечно, возможно, но все-таки маловероятно. Крупные компании заморачиваться с этим не будут. Но, в принципе, все зависит от того, с кем вы начнете работать и кто готов работать на таких условиях. Самое главное при дропшиппинге это четко прописать условия, на какие суммы вы берете товары, как эти товары будут отправляться покупателям и так далее, и так далее. И это с точки зрения работы дропшиппинга. Конечно, это можно сделать и с товарами с рынка. Например, вы приходите к поставщику на садоводе и говорите, я у тебя пока покупать не буду, но я хочу сделать так, что если мне поступает заказ, я у тебя эти товары буду брать и продавать. Это маловероятно, но тоже возможно. И теперь давайте мы с вами перейдем непосредственно к тому, а по каким же схемам можно продавать при формате работы по тропшиппингу, да, при условии того, что, допустим, кто-то с вами согласился. На самом деле первое, что приходит в голову, это только формат ДБС, да, если мы говорим о Яндекс.Маркете, каким образом вам поступил заказ, как поставщику, вы сказали вашему непосредственному производителю, что поступил заказ, и далее этот заказ ваш поставщик, ваш производитель отправляет непосредственно покупателю. Отправляет, допустим, самостоятельно, если это по городу, да, при экспресс-доставке, либо самостоятельно различными транспортными и логистическими условиями. Ну, просто банально, я не знаю, там почта, СДЭК и какие еще есть транспортные компании. Можно таким образом. И на самом деле это удобно. Но почему-то очень многие забывают, что можно также воспользоваться схемой ФБС при работе на тропшиппинге. Что это значит? То есть, смотрите, вы опять же приходите ко мне и говорите, я хочу продавать на Яндекс.Маркете вот такие-таки позиции. Допустим, ваши салфетки, которые вы продаете, ну, не знаю, на других маркетплейсах. Вот на маркете вы не продаете, а я хочу продавать их у вас. Я говорю, хорошо, я готова вам отдавать эту позицию по такой-то цене. Далее, непосредственно мой дропшиппер выставляет от себя данную позицию по той цене, которая ему комфортна. И когда поступает заказ, этот дропшиппер знает, что я как производитель отправляю свои товары на маркетплейс Яндекс.Маркет по ФБС. И он мне говорит о том, что, ну, вы же отправляете постоянно по ФБС. Вы можете также отправлять дополнительно и моим. Какие для меня в этом плане проблемы? Да никакие. Дополнительно наклеить еще одну наклейку. И все. То есть мне дропшиппер говорит, у меня поступил заказ на конкретный набор салфеток. Условно, да, синего цвета. Он мне присылает наклейку, я ее наклеиваю и вместе со своей поставкой товаров по ФБС добавляю еще эту. Для меня никаких дополнительных проблем. Для меня это только плюс, реализация моей продукции. Непосредственно для дропшиппера то же самое. И таким образом здесь можно использовать не только схему продаж ДБС, когда я как производитель отправляю самостоятельно покупателю транспортными компаниями, а я как производитель под заказ от дропшиппера отправляю еще по ФБС. И таким образом даже экономлю свои деньги на непосредственную доставку. Потому что все вот эти доставки, которые есть у меня лично, от меня как производителя, разделяются еще и на дополнительные доставки непосредственно от моего дропшиппера. Вот таким образом можно работать на маркетплейсах. Сразу хочу сказать, здесь есть свои риски, здесь свои проблемы. И еще мы с вами посмотрим сейчас, как посмотреть, допустим, товары, которые можно было бы продавать, допустим, на маркете. Но все же, с точки зрения рисков и проблем, что хочу сказать. Да, из плюсов это то, что вы не рендуете помещение, не организуете производство, не закупаете продукцию. То есть фактически на старте у вас нет никаких затрат и никаких рисков, потому что нет проблемы в том, что вы закупили, а у вас что-то не пошло. Но нужно понимать, что в любом случае маржинальность у вас, конечно, по этой схеме будет ниже на 100%. Только потому, что для производителя, для меня есть тоже свои определенные риски. Я как бы с вами соглашаюсь работать, но при этом какая результативная будет, до конца непонятно. Понятное дело, что если будут хорошие гарантии, что обещают, что не знаю, там не 100 штук в месяц, а 1000 будет продавать, то, конечно, вот этот производитель, он сможет дать меньшую цену. Но это на самом деле редкость. Поэтому дропшиппинг, с одной стороны, это очень классно, это очень круто. С другой стороны, все равно и будут свои минусы. Это по типу того, что, во-первых, сниженная маржинальность, а во-вторых, дропшиппер не очень сильно отслеживает качество товара. То есть он его фактически не видит. Все договоренности на расстоянии, можно находиться даже в разных городах, и как следствие до конца не будет понятно, а качественный ли продукт приходит, а какой продукт приходит. Ну а если будут плохие отзывы, конечно же, ваши товары покупать будут уже в меньшей степени. Ну а сейчас я предлагаю вместе с вами посмотреть инструментарий маркета по типу того, что и где можно продавать, и какой товар можно продавать, как этими рекомендациями можно воспользоваться. У Яндекс.Маркета, например, есть аналитика, где можно посмотреть, а что же продавать на маркете. Это в разделе аналитика, что продавать. Здесь есть две вкладки. Первая – это нет в продаже на маркете, и вторая – самые востребованные товары. То есть здесь представлены вот в этой вкладке самые востребованные в Рунете, то есть это не просто на Яндекс.Маркете, здесь оцениваются в принципе интернет, товары, которые не продаются на маркете по состоянию на дату выгрузки вами отчета. И отчет сформирован по данным Яндекс.Маркет.Аналитики, и таким образом вы можете посмотреть, продается товар, не продает, и есть ли смысл вам выходить. Конечно, да, вот здесь мы с вами в первую очередь увидели средства для глаз и ушей, аптека, да, и таким образом, конечно же, возможно, вы не пойдете в это направление. Но можно посмотреть в принципе, что интересного продается, и что еще не представлено на маркете, и какие идеи можно найти. Это как вариант, да, то есть это имеет продажи в принципе в интернете, но допустим у вас этого нет. И таким образом вы можете посмотреть здесь самые разнообразные варианты. И самое прикольное, знаете, что можно, если вы уже, допустим, продавец, и вы хотите посмотреть категорию аналогичную вашим магазинам, можно выбрать только категорию моих магазинов, и здесь будут представлены товары, которых нет, но которые можно было продавать. Например, вот у нас в бренде есть чехлы для ноутбуков, и как следствие маркет мне показывает. Смотрите, есть еще вот такие варианты, которые востребованы, но при этом их нет на маркете. И как идею это можно с легкостью брать. То есть здесь этот отчет вам поможет найти различные идеи. И другой вариант. Вы можете воспользоваться отчетом «Самые востребованные товары». Вот здесь можно выбрать совершенно любую категорию, те категории, которые есть, и посмотреть на основании продаж на маркете и российском рынке, какие товары имеют самую высокую востребованность и в какое направление можно пойти. Конечно, нужно учитывать конкуренцию, нужно учитывать цену продажи, но при этом таким образом вы можете найти идеи для себя и выбрать тот товар, который можно продавать. Вариантов на самом деле очень много. То есть можно скачать совершенно любой отчет и таким образом пользоваться открытой, бесплатной аналитикой, которая уже имеет свои рекомендации. И перед тем, как закончить этот выпуск, забыла сказать. Еще одним из минусов будет то, что при дропшиппинге вы будете пользоваться как раз схемами ФБС и ДБС. Там все-таки более долгие сроки доставки, нежели по системе FBY на маркете. Поэтому здесь, когда вы выбираете ту или иную схему, всегда взвешивайте за и против плюсы и минусы различных схем, и тогда вы точно найдете свой идеальный вариант. Возможно, вам стоит продавать свои товары лично не по дропшиппингу, а просто найти, закупить и выйти на интересующую вас площадку и начинать продавать товары. Субтитры сделал DimaTorzok